Ежедневно по будням, ровно в 12, в эфире Балтик Плюс. Полуденный гость. Разговоры на самые злободневные темы, информация из первых уст, достоверно и конфиденциально. Только для слушателей Балтик Плюс. Встретимся на частоте 105.2. Полуденный гость. Добрый день, микрофона Мария Постникова. В Калининграде продолжается 10-й юбилейный фестиваль детского и семейного кино в кругу семьи. И сегодня полуденный гость на Балтик Плюс. Президент кинофестиваля и общенациональной программы в кругу семьи Александр Ковтунец. Здравствуйте. Добрый день, Александр Сергеевич. Вы знаете, вот все до сих пор пребывают под большим впечатлением от открытия. Кому в голову пришло провести открытие на верхней набережной и организовать площадку на воде? Мы вообще любим проводить открытия таким образом, чтобы это запомнилось надолго. Очень важно в открытии, знаете, сделать настоящий праздник для людей. Создать атмосферу. Атмосферу, которая точно показывала бы, а какой будет фестиваль. Он должен быть добрый, он должен быть в наших традициях, настоящих русских, национальных. И, конечно, год Чайковского, когда мы думали, мы выбирали на самом деле. У нас еще была задумка, это же был день Петра и Февронии, Муромских. Вот, мы выбирали между показом огромного театрализованного представления на тему Петра и Февронии, Муромских, и балетом на воде. Но решили, что так как юбилей Чайковского, в этом году сделаем балет на воде. Ну, а может быть, в следующем году огромное театрализованное представление. Знаете, в каждой нашей программе, которую мы реализовываем, мы стараемся удивить, порадовать, удивить хорошим, качественным материалом, а порадовать именно глубиной. Глубиной, чтобы, знаете, как-то переключиться с повседневных забот, суеты, переключиться на что-то важное, вечное, подумать о ближних, подумать о Боге. Ведь, знаете, вся русская культура, она очень глубоко православна, да, и когда мы погружаемся в культуру, мы неминуемо становимся вот такими настоящими людьми. И Лебединое озеро, оно должно быть на воде, вот поэтому мы так и сделали. Мы вместе с нашим режиссером Калмыковым Александром Дмитриевичем это задумали и довели до финала. Надеюсь, что мы порадовали зрителей, вот, и, конечно, теперь мы их стараемся радовать и фильмами, которые показываем, стараемся радовать творческими встречами. Нас тоже радуют различными выездами. Например, мы вчера почти полным составом фестиваля ездили на янтарный комбинат, посмотрели музей, были в карьере, в цеху. Все очень довольны, актеры уехали с новыми впечатлениями, вот. Все отмечают невероятно теплый прием зрителей. Вы знаете, зритель, который по-настоящему ценит те фильмы, которые мы привозим. Хочу сказать, что это в каждом регионе так, но здесь был, знаете, настоящий, настоящий такой вот вчера триумф, можно сказать, вечером, когда Андрей Мерзликин представлял с группой творческой свой фильм «Зеленая карета», то стоя аплодировали. Правда, что, перебью на секунду, что он год не хотел сниматься в этой картине? Нет, конечно. Ну, конечно, он сразу не был готов. Дело в том, что Андрей Мерзликин, человек такой, тоже глубоко верующий, он берет обычно у духовника благословение на картину. И в итоге, когда оно было получено, то он, конечно, с радостью снялся в этой картине. И, скажем так, именно он мне посоветовал обратить внимание на эту картину, я обратил, и она вот абсолютно по нашему фестивалю. Но, вы знаете, он показывал на Кинотавре перед этим картину, и это был фильм «Закрытие», внеконкурсный, и, говорит, вся профессиональная публика встала, ушла, и нам было невероятно обидно, что никто не посмотрел нашу картину. А у нас фестиваль не для специалистов, которым, знаете, нужны какие-то извороты и какие-то вот такие вещи, которые могут оценить только специалисты. У нас абсолютно зрительское кино, и поэтому зрители вчера это оценили. Ну, говорят, вчера коллеги рассказали, плакали на этом фильме. Да, да. Реакция была такая в зале. И я хочу сказать, что большинство фильмов, которые у нас есть, они такие. Конечно, есть и добрые комедии, которые вселяли бы вот какой-то оптимизм. Есть детские истории, которые, конечно же, нужны для детей. Но большинство фильмов взрослой программы меняют душу человека, заставляют задуматься. Вот все, кто вчера выходил из кинотеатра, говорили, хочу срочно пообщаться с детьми, хочу им позвонить. Вот, хочу вспомнить, что нужно уделять внимание своим детям, потому что это фильм о том, как главный герой в погоне за киноуспехом забывает ребенка. Ребенок выпадает из окна, и он пытается весь фильм разобраться, а в чем дело. И когда он уже в конце, осознав всю пагубность вот своего стремления только к карьерному успеху, к изменам своей жене и прочим прелестям современной такой светской жизни, вот, он уже фактически, когда умирает, ему дается шанс. Шанс вернуться и все исправить. Он этим шансом, конечно же, воспользовался. Но, повторюсь, как часто мы не находим должного времени на общение со своими детьми, как часто мы не находим времени, чтобы ответить на какие-то очень важные для детей вопросы, пытаясь отвечать на свои. И в итоге дети от нас отдаляются и попадают в разные неприятности. Мы показали крайнюю, она, такие тоже случаются, знаете, к сожалению, во вполне благополучных семьях. Ну, а и меньшие, как пьянство, наркомания, плохие компании, это тоже случается. Поэтому все фильмы у нас нацелены на то, чтобы не разваливались семьи, а чтобы они были крепкими. Вот, например, сегодня будет такой очень глубокий фильм «Класс коррекции» 18.00 российский, да, в кинотеатре «Заря». Фильм о том, что дети, может быть, не вполне, скажем, с какими-то, скажу по-другому. Дети, которые, может быть, физически каким-то образом обделены, духовно часто являются гораздо более совершенными, да. И у нас же общество всё равно до сих пор так и не принимает вот таких детей, да. Но хочу сказать, что мы делаем фильмы не ущербные. Часто, знаете, показывают кино о каких-то вот там таких неправильных вещах, да, и нам неприятно. Вот, у нас фильмы, которые дают свет в конце туннеля. Это очень важно. И сегодня также в три часа фильм «Воспитательница Франции и Израиль», вечером фильм «Пациенты». А завтра в час дня будет фильм с моим участием «Приключения маленьких итальянцев». Итальянский фильм, я там играю Ира Монаха, там «Приключения детские». Невероятно светлая, хорошая картина. Буду её представлять, надеюсь, что зал будет полный. Вот, ну, а так у нас каждый день в 11, в час, в три, в шесть и в половину девятого идут фильмы. Вот, это ещё будет сегодня, в субботу, в воскресенье и в понедельник, да. Поэтому я искренне приглашаю всех сейчас слушателей прийти, посмотреть, потому что потом эти фильмы очень сложно найти. Очень сложно найти не потому, что они плохие, а просто потому, что они потом разбавляются, они где-то идут, конечно, в кинотеатрах и на телевидении. Но лучше сейчас, знаете, прийти, взять эту программку и потом искать эти фильмы, чтобы их можно было посмотреть. Кроме того, знаете, мы же по всему, по всей области ездим. Мы встречаемся с творческими вечерами. Да, да, вот как раз хотелось, чтобы вы рассказали, кто будет общаться со зрителями на этих творческих вечерах. Ну, вот вчера был замечательный творческий вечер Ольги Кобой и Валерия Баринова в городе Советский. Они говорят, был переполненный зал. Я представляю, да. Фантастический приём, очень хороший зал. Ольга Кобой и Валерий Баринов уже просятся. Ну, мы же в рамках программы много, по всей стране проводим разных мероприятий. Вот уже дальше с нами поехать. Были в Зеленоградске и Пионерском. А сегодня в 6 часов для моряков Балтийского флота в Доме офицеров состоится творческий встречер Светланы Томы. А в городе Балтийский в 7 часов в Доме культуры Сергей Колесников будет выступать. И дальше, значит, 11 и 12 в городе Гвардейск, Гусев, Неман, Светлый, Славск, Светлогорск будут выступать Николай, Лекарев Олег Акулич, Михаил Казаков. В каждом городе достаточно рекламы, информации. Я не буду сейчас называть все дома культуры, где это проходит. Но мы надеемся, что те, кому нужно, обязательно найдут, сходят. Кроме этого, мы, конечно же, всегда посещаем детские дома, больницы. Вот вчера была встреча в детском психоневрологическом санатории «Теремок». Сергей Колесников встречался. Потому что здесь очень важно, знаете, через культуру, через свет, через соприкосновение с человеком помочь выкарабкаться из тех сложных ситуаций, в которые попадают люди. Но, возвращаясь вот еще раз к зрителю, хочу сказать, что зритель, конечно, здесь очень отзывчивый, очень легко и быстро реагирующий на добро. Поэтому нам здесь очень и очень и очень нравится. Большое спасибо. Кстати, вот вчера, когда Андрей Мерзики на сцену выходил, а вот такой долго общался он со зрителями? – Да. Днем после пресс-конференции позавчера его часа три не отпускала пресса. Вчера он до последнего щелка всем дал автографы. Но и наши другие звезды – Екатерина Гусева и Дмитрий Харатьян очень тронуты приемом. А еще приедет Сергей Шакоров, приедет Ирина Медведева, Федор Добронравов. Поэтому мы, конечно, и фильмами, и актерами хотим от всей души порадовать всех. Я надеюсь, что со временем мы организуем здесь постоянный киноклуб. Мы об этом уже с руководителем янтарного комбината говорили. – Киноклуб, потому что вот все местные СМИ вчера написали порталы, что планируют вот этот замечательный кинофестиваль, прописку свою здесь постоянную найти. – Ой, вы знаете, каждый год, когда мы проводим в каком-то регионе свои мероприятия, власти заявляют, что в следующем году обязательно поддержим, проведем, а потом в следующем году мы едем в новый регион. Поэтому я с удовольствием бы проводил здесь и дальше фестивали, но это зависит от, все равно, руководства области. У нас всегда условия софинансирования, потому что мы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, госкорпорации Ростех проводим фестивали, но важно, чтобы и власти тоже хотели бы. Да, в этом году огромное спасибо за поддержку правительству Калининградской области и губернатору. Ну а дальше будем смотреть. Если все сложится, я буду, конечно, невероятно счастлив этому, потому что, повторюсь, я сам из Вильнюса, прибалтиец, мне, знаете, здесь все близко. – Хорошо, комфортно, да. – Мне очень комфортно, а в тех городах, где мы когда-то проводили фестивали, мы все равно проводим эхо-фестивали. Это и город Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Владимир, Волгоград, Москва, Калуга. Вот мы ни один город не забываем, и мы все равно там продолжаем уже показывать фильмы-лауреаты прошедших фестивалей, потому что всегда появляется аудитория, которой это интересно, нравится. Но вообще я надеюсь, что мы здесь создадим отделение. Сейчас мы активно ищем руководителя нашего отделения. У нашей программы в кругу семьи уже в 26 городах созданы отделения. Во многих губернаторы возглавляют эти отделения. В шести странах созданы отделения, в том числе в Китае, Германии, в других странах. – А функция какая вот этих отделений? – У нас проходит, реализуется программа «Бесплатное жилье многодетным семьям». Мы в этом году порадовали семьи Владимирской области, Коврова, Владимира. Сейчас начинаем серию благотворительных балов, на которых будут вручаться также ключи многодетным семьям. Вот у нас осенью пройдет в Воронеже, потом в Краснодаре, Ульяновске, Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, других городах. Я надеюсь, что и в Калининграде тоже такие баллы будут. Но, повторюсь, для этого надо создавать отделение. Сейчас мы просто ищем руководителей отделения. Мы создаем сейчас «Русский просветительский парк национальной истории, сказки, фольклора и ратного искусства». Это такая антетеза Диснейленду. Мы каждый год снимаем фильмы, ставим спектакли семейной детской тематики, выпускаем на телеканалах ряд телепередач семейной детской тематики и реализуем многие-многие другие вот такие светлые программы, реализуем благотворительные марафоны в детских домах, в школах, интернатах. Создаем сейчас ряд антикафе в кругу семьи, детских, досуговых, семейных центров. Поэтому в случае появления здесь этого центра... Я специально сейчас об этом рассказываю, потому что можно через наш сайт с нами связаться. Мы абсолютно открыты для всех творческих идей. Но должен быть человек, который вокруг себя все объединит, потому что невозможно, находясь в Москве, вот здесь все шевелит. Но с янтарным комбинатом мы договорились, там прекрасный директор, вот, знаете, и... О чем договорились? Что за киноклуб? Договорились о том, что мы для сотрудников на базе комбината создадим такой киноклуб, где будем как минимум раз в месяц показывать фильмы, привозить артистов, вот, и уже такую социальную работу проводить. Ну, а дальше я надеюсь, что это перекинется и на Калининград, на Калининградскую область, вот, потому что сейчас не хватает семейного общения и не хватает общения друг с другом. Вот, знаете, каждый предоставлен сам себе. Вы вспомните, еще 25-30 лет назад ходили друг к другу в гости, общались, помогали друг другу, ведь общение, оно людей объединяет. В него вспоминается фильм «Старый новый год». Конечно, конечно, конечно. А вот, кстати, вы сейчас сказали про детскую аудиторию, а вы устраиваете ретро-показы фильма для детей советских лет, времен? В киноклубах, да. Практикуется. Ну, кинотеатра фактически нет в рамках кинофестиваля, потому что хочется порадовать и мировыми шедеврами, которые есть именно сейчас, а у нас 20 стран мира представлены на фестивале, вот. А в рамках киноклуба, да, мы показываем и лучшие ретро-фильмы. Мы же их всех в основном видели по телевизору. По телевизору. Интересно их увидеть на большом экране. И изменившихся актеров, да, которые там, был когда-то маленький Петров и Васечкин, а сейчас есть взрослый, да, Петров и Васечкин, который... Егор Дружинин, звезда. Да, Егор Дружинин. Александр Сергеевич, ну, в этой связи я не могу не задать вам вопрос, немножко не фестивальный. Как вы относитесь, вот то, что сейчас называют современное слово «ремейк», когда переснимывают, вот те же «Азорь здесь тихие»? Мне кажется, «Зорь здесь тихие» достаточно важным проектом. С одной стороны, понятно, что он не сумел быть настолько мощным, как первый «Зорь здесь тихие». С другой стороны, я уверен, что молодёжь в большинстве своём не видела тот фильм. И поэтому мне кажется, что этот фильм невероятно важен для молодых людей с точки зрения понимания, какова война, да, что это не женское дело, и что вообще война – это не человеческое дело. Вы знаете, мы же вот сейчас сняли фильм «Учитель» с Сергеем Макрицким, который до этого выпустил «Битву за Севастополь», и мы тоже в этом фильме показываем, как обычный сельский учитель, оказавшись вот на оккупационной территории, не в состоянии воевать, да, он не знает, а что ему делать. Он зажатся вот в тисках, и чтобы ему суметь дать отпор врагу, нужно сначала вернуться к вере, понять, ради чего он может отдать свою жизнь, потому что, не понимая, что его жизнь не окончится с выстрелом, да, он не понимает, как можно с ней расстаться. И у нас сейчас один из членов жюри, Фил, швейцарский актёр, который играл в фильме «Ной», играл в фильме «Сталинград», вот, он играет главного немца, Андрей Смоляков играет предателя, предателя, Юля Пересильд играет супруга учителя, я вот играю учителя, и, конечно, мы осенью его закончим, в следующем году проведём прокат, 9 мая покажем на телевидении, надеюсь, в рамках следующего фестиваля его покажем. Так вот, возвращаясь к вообще, если, во-первых, фильмам о войне, важно показывать, ведь не то, как просто воюет, а фильмы о людях, да, с другой стороны, мне кажется, что из многих ремейков всё-таки «Зорь здесь тихий», я его когда смотрел, я просто видел тот фильм, да, и мне это было очень интересно, считаю, что Пётр Фёдоров замечательно сыграл, вот, он был совсем не похож на себя. А вообще ремейк – это такое дело, которое просто надо научиться снимать. Мы же раньше, в советское время, не было такого, да, это в Голливуде, они понимают технологию. А в чём состоит технология? Важно, чтобы при съёмках ремейка главные герои были не похожи на тех, кто снимался раньше, да, когда мы «Вспомнить всё» видим со Шварценеггером, а потом с Фарреллом, то они совсем разные. И тогда мы не сравниваем эти фильмы. Для нас это новая история, понимаете? Она имеет ту же сюжетную линию, но она не похожа на предыдущий, и в этом ключ. А у нас пока пытаются снимать фильмы, похожие на предыдущие, да, и из-за этого мы сравниваем этот фильм и прошлый. Вот, а копия всегда хуже бывает, чем оригинал, поэтому нужно на сюжетную линию, которая имеет потрясающие, все, знаете, прописанные драматургические ходы, создавать, собственно говоря, новую историю. И тогда нам будет интересно, и мы не будем сравнивать. Но, мне кажется, наш кинематограф понемножку к этому подходит, и рано или поздно, конечно, будут и очень хорошие ремейки, я уверен. Вам бы хотелось сняться, скажем, в картине по... Игрушка. Игрушка с Пьером Ришаром. Я даже думаю, опять же, чтобы не наступать на те грабли, мы постараемся сделать такой, ну, немножко другой фильм. Он не должен быть похож. Но мне очень... Для меня вообще важна вот эта тема взаимоотношения, вот то, о чём мы говорили в фильм, да, «Зелёная карета». Взаимоотношений внутри семьи, отношения детей и родителей. Ведь в игрушке точно так же папа думает, что через подарки сыну он может купить его любовь. А это невозможно. И мне вот хочется в такой картине сняться. Замечательно. Большое спасибо. Самый последний вопрос, потому что время у нас уже очень сильно поджимает. А финал? Где закрытие будет происходить? Всё там же? Нет, вы знаете, финал у нас будет проходить в закрытом режиме только для участников фестиваля, потому что на дворе экономический кризис. Сейчас мы не в состоянии повторить, к сожалению, второй раз такое же большое действие. Поэтому будет просто церемония награждения. Вот. Мы приглашаем, повторюсь, только участников фестиваля. Но даст Бог, если фестиваль здесь останется, то мы, конечно, порадуем и новыми открытиями, и какими-то чудесами калининградцев. Но и у нас ещё всё-таки в кинотеатре «Заря» столько дней будут идти фильмы, поэтому я просто искренне всех приглашаю прийти, получить истинную радость от просмотра, от общения с друзьями, вот, и чтобы дальше было легче жить. Большое спасибо. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня полуденный гость на «Балтик плюс» президент кинофестиваля «В кругу семьи» и общенациональные программы «В кругу семьи» Александр Сергеевич Ковтунец. Всего доброго. Спасибо. У микрофона была Мария Постникова.